Все мы знаем, что от мяса и рыбы можно заразиться паразитами, если их недостаточно долго готовить. Но оказывается, это не единственные продукты, которые могут привести к паразитозу. Опасных гельминтов можно подхватить даже от обычной зелени. А ведь заражение паразитами может привести к опасным проблемам со здоровьем, инвалидности и даже смерти. Давайте выясним, в каких продуктах могут быть паразиты, а главное, как ими не заразиться. Александр Мирошников, нутрициолог, кандидат биологических наук. Александр, здравствуйте. Я сегодня без тележки, потому что говорим мы про паразитов, и аппетит явно они мне испортят. А в каких же продуктах содержатся паразиты, что нас может заразить? Мы сейчас пройдемся и начнем, конечно же, с мяса непосредственно со свинины. Два опасных паразита содержат у нас свинина. Это прежде всего трихинелла. Трихинелла начинает плодиться в мышечной ткани. Пробирается непосредственно в мышцы, а штукка мышечной ткани – это и легкие, и сетчатка глаза, и мозг, и непосредственно сердце. Тем самым, если запустить и не лечить, то можно даже дойти до летального исхода. Да. Дальше опасный очень паразит – это непосредственно свиной цепи. Он растет на три метра. Это раз, два, три. Самое опасное, представляете, вот этот червяк у нас с вами живет и дополнительно употребляет все, что мы съели. Да, белки, жиры, углевод, витамин, минералы. И потом мы видим, что человек все худеет, худеет, худеет. И нельзя понять, вроде бы ест много, а на самом деле на себя и еще на товарища. Поэтому что мы должны? Мы должны варить свинину. Лучше два-три часа. Тогда все личинки умирают, и мы можем спокойно использовать это мясо. Вот те, кто ест сырое мясо, прожарка вот этих стейков очень такая сырая, будьте осторожны. Какой следующий продукт может содержать в себе паразитов? И вот здесь, конечно же, рыба. И в основном речная рыба. Почему именно речная рыба? С морской все в порядке? С морской более-менее все в порядке. Наверное, все-таки паразиты не любят жить в соляной воде. А вот речная рыба, такие как карась, щука, подлещик, лещик, они как раз содержат так называемый широкий лентец. Представьте себе, лентец вырастает до 10 метров. Что нужно делать, чтобы не допустить этого? Ну, во-первых, часто речную рыбу засаливают. И нужно себе помнить, что именно в соли рыба должна быть не менее двух недель. Тогда личинки его погибают. Варить мы не менее 20 минут после того, как закипела вода. А если мы говорим, как-то жарить, не менее 25 минут, чтобы все микробы, да, все личинки погибли вот этого широкого лентеца. Хорошо. Рыба, будем осторожны. Готовим не менее 20 минут с момента закипания. 25 минут жарим. Какие еще продукты могут быть для нас опасны? Следующий продукт – это речные раки. Ну, так же, как с рыбкой у них, да? Да, так же, как с рыбкой. Здесь только другой живет паразит. Его называют легочный сосальщик, который также, кстати, плодится у нас не только в желудочно-кишечном тракте, а также откладывается в мышцах, в мозге. Ну, раз он легочный, значит, он в легких. Да, везде может. И в легких. А легкие – это мышечная ткань также, да, это в мышцах легких. Здесь очень часто какая-то ошибка. Как только рак вроде бы покраснел, когда мы его варим, его сразу достают и начинают есть. И вот это очень опасно. Чтобы убить легочного сосальщика, необходимо варить рака не менее 15 минут. Давайте спросим, вот они тут варят раков бесплатно, давайте спросим, сколько по времени они этих раков варят. А сколько по времени вы варите раков? Пол. Полчаса. Они убивают легочного сосальщика. Молодцы. Молодцы. Какие еще продукты несут в себе опасность? И теперь мы подойдем к зелени. И здесь опасные, да, так называемые черви, нематоды могут быть. Что нам нужно сделать? Желательно замочить зелень на 15 минут непосредственно в воду. Что после этого? После этого, когда мы достаем, вся земля у нас, соответственно, растворяется внизу, да, оказывается. Тогда под струю воды промываем очень хорошо, желательно 2-3 минуты промываем кинзу. Только тогда мы можем использовать эту зелень в салат, в нашу пищу. Правильно? Ну хорошо, значит, зелень мы замачиваем на 15 минут в обычной воде, а потом моем под проточной. Под проточной водой. Что еще? И еще также переходим к клубнике. Почему именно клубника? Потому что клубника на земле лежит. А что самое интересное, вот эти поры, они очень набирают много земли и набирают вот эти нематоды. Мы сначала ошпариваем кипятон, потом желаем положить опять воду на 15 минут, чтобы все это, соответственно, отложилось вниз. А после этого хорошо промываем под проточной водой. И только тогда приступаем непосредственно к еду. Также нематоды, где у нас содержатся непосредственно в корнеплодах, это картошка, да, и любые корнеплоды, которые соприкасаются с землей. Здесь впадины различные, где есть отложить свои личинки. Что нужно сделать? Мы хорошо промываем с вами, тогда берем щетку, да, берем щетку, все вот это отмываем, да, и после этого уже запекаем непосредственно подольше ее держим. Пусть там гликемический индекс чуть поднимется, да, ничего страшного, но зато избавимся от паразитов. Ну что ж, запомнили, картофель тщательно вычищаем, а потом запекаем. Александр, спасибо большое, что рассказали, как правильно подготавливать продукты для пищи. Пожалуйста. До свидания. До свидания. 16, 17, 18. Это ж сколько денег нужно потратить, чтобы такое прокормить. Лучше жить без паразитов. Будьте здоровы, москвичи. Пока-пока. Пока-пока.